Завершился Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который проходил в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Несмотря на ограничения, из-за пандемии авиасалон сохранил свою масштабность. В мероприятии приняли участие более 530 российских и 90 зарубежных компаний. Миллионы восхищенных взглядов в эти дни устремлены на небо над Жуковским. А все потому, что здесь проходит юбилейный 15-й Международный авиасалон МАКС-2021. Пандемия внесла свои коррективы в работу авиасалона. Через проходную пропускали лишь тех, у кого есть QR-код или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Несмотря на это, оценить силу и мощь современной авиации пришли более 135 тысяч человек. Главное действие разворачивалось в небе. Словно завороженные, зрители наблюдали за выступлениями лучших пилотов на лучшей авиатехнике. Гвоздем летной программы стали выступления русских «Витязей» и «Стрижей». Это группы высшего пилотажа на самолетах. Русские «Витязи» — единственная в мире команда, которая выполняет сложнейшие элементы на тяжелых истребителях. Команда «Стрижей» поразила зрителей филигранным выполнением фигур. Порой казалось, что самолеты мчатся лоб в лоб и лишь в последний момент расходятся, оставляя в небе красивый след. В то время, когда в небе проходила летная программа на земле, участники авиасалона демонстрировали новейшие достижения авиационной промышленности. Гости могли посетить 830 выставок из 56 стран мира. Причем впервые на «Максе-21» презентации проходили не только в обычном формате, но и онлайн. У нас здесь в ходе уже вот этих трех дней работы выставки прошел целый ряд встреч. И мы надеемся, что, как и всегда, работа на выставке будет некоторым трамплином, толчком к дальнейшему развитию. «Макс-2021» в очередной раз подтвердил статус крупнейшего бизнес-мероприятия. За пять дней салона состоялось не менее ста деловых встреч. Объем контрактов и соглашений составил более 250 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд за все годы проведения международного авиасалона.